доброе доброе дети ушли время 8 утра но они устроили такой хаос макс проснулся в 6 дети проснулись 7 и мы еле-еле все собрали на море выгнали пошатить носках потому что хочет бегать еще не пошел бегать уже час хочет бегать нет немножко мой плиту потому что надо чем-то заняться помимо того что с детьми моешь пол моешь пол причесываешь подметаешь снова детей причесываешь снова моешь пол снова готовишь снова моешь пол в общем все то же самое рутинная штука что есть в обычной жизни обычных нормальных людей и в общем так оно и происходит здесь вот ели гранат и так выдохнула сейчас они вышли реально это прям какой-то кайф реально это прям знаете это прям так ты же не вышли на улицу вышли на море это хочется знаете замереть и так вот зависнуть медитации какой-то и просто посидеть в тишине потому что они очень шумные их очень много и они в каком-то хаосе там вот спокойно море красивенько эту вещь только собирать сегодня силовая тренировка сборку на уносливость сопли сушенки а вы кстати бегаете или занимаетесь каким-то видом спорта напишите комментарии также подписывайтесь на канал ставьте лайки мы вяжем смотрю значит на семейный канал и понимаешь что вот я технически не могу снимать все что я делаю в течение дня потому что у меня две руки обычно заняты делами то есть если развешив белье например после стирки или я собираю белье после того как она высохла или я что-то расправляю ли я готовлю кушать у меня две руки заняты я не знаю как девочки это делают как они все это снимают заставлять мужа ходить со мной с камерой тоже не могу потому что он занимается домашними делами в смысле рабочими делами домашним я занимаюсь вот дети они обычно или гуляют или заниматься некими делаем тоже поэтому а как вы все успеваете делать как успеваете снимать одной рукой, а второй рукой что-то делать, подумай, я не понимаю. Я реально научиться этому не могу. Сейчас мы тихонечко зайдем к Максу в комнату, потому что мы за собой. Сейчас покажу, как спит. Маляк. А вторая кровать пока здесь находится, детская, потому что у нас в гостях каутсерферы из Китая. Девочки из Китая снова у нас уже приезжали, и вот второй раз пришли к нам, попросились переночевать, потому что они прошли школу дайвингов, собираются дальше уезжать, и вот еще раз попросились к нам. Так вот, я говорила о том, что мне совершенно непонятно, как люди, ну реально, на лоб что ли камеру цеплять, куда вешать, куда-то, какое-то крепление нужно делать. Ну как, потому что я делаю какое-то дело, потому что там, не знаю, готовлю суп, у меня руки обычно, они же, ну, продукты, я не знаю, надо какую-то камеру ставить. Так как камеры пока нет, телефон и штатив пока поставишь, это полдня займет, поэтому обычно я фоном делаю что-то еще, то есть у меня мигает Максик, какой-то еще, там, Паша что-то поработает, спрашивает, какое-нибудь видео еще работает, потому что обычно что-то слушаю обучающее, или, например, там, развивающее, да, ну или просто какую-нибудь киношку смотрю, что же скрывать-то женщины, мы все такие женщины, знаете ли. Вот, поэтому я вам обещаю, мои дорогие зрители, научиться делать, встраивать камеру в свою жизнь, потому что, вот сколько я знаю уже, я реально знаю, что это нужно делать, потому что без этого ютуб-канал не будет развиваться. Зрителям интересно посмотреть все события, не только то, что там на 5 минут сходили погулять, да, подыхал, по тематике одним и тем же улицам, ну и как мы живем, что мы едим, что мы пьем, какой вообще быт, да, как быт налажим, видеть, никак быт не налажим. Мне сейчас, если, если, на этот стена в этом доме убивает, сейчас я переключу камеру, покажу. Вот эта стена в этом доме, она, ну, если честно, ну, вообще, о, посмотрите, вот видите, да, то есть бедуины, они очень странно строят, египтянец, кстати, тоже, они сначала делают внутреннюю отделку, то есть там все красят, белят стены, там что-то еще, а потом уже занимаются внешней отделкой. Внешней отделкой они могут заниматься вообще никак или заниматься хоть как-нибудь. Это, видите, видимо же делали какие-то люди, пытались сделать белую стену, что-то тут писали, рисовали, какие-то рисунки пытались сделать, ну, я не знаю, у меня уже руки черт, что взять просто краску, просто можно купить краску реально, все тут закрасить, и, не знаю, с другой стороны, я не знаю, сколько мы здесь будем жить, сколько мы будем арендовать дом. Если мы будем долгосрочно здесь жить, то, наверное, имеет смысл это сделать, потому что эстетично, но не очень приятно получать здесь удовольствие. Там крыльцо, видите, здесь такое отбитое немножко крыльцо Я постоянно его подметаю, но из-за того, что здесь мелкие-мелкие такие камни Дети постоянно заносят сюда, и вот это крыльцо подметать То есть у меня получается то крыльцо второе, и вот это крыльцо постоянно подметаю И вот здесь пыль, и я занимаюсь чем, ребят? Ну вот серьезно, я занимаюсь чем? Я утром встаю и начинаю подметать здесь все Мыть пол на кухне, вот в этой части мой пол Потому что здесь обычно какие-то крошки еды, что-то еще Вот, сегодня вообще подстава Сегодня, прикиньте, кончилась вода Ну просто кончилась вода Просто ее нет И она будет только вечером То есть вот тут вечером у нас здесь проросли какие-то семена, Паша посадил, это гранат пророс, это вот растет такое растение здесь, а я сорвала где-то веточку, листики все отпали, надеюсь, молодые побеги появились, так что я посажу это потом на улицу. Вот у меня тут такая вот история. Дальше, после того, как я здесь все прибираю, я приходила на кухню и все это мою, потому что вечером после меня каким-то образом удивительно, когда я все здесь перебираю, вставляю в чистоте кухни на ночь, обычно у меня такая привычка есть, утром обнаруживается какая-то посуда. И вот видите, за время завтрака, в общем, в 12 часов дня сейчас уже накопилась эта вот гора посуды, потому что каждый, кто заходит, берет новую кружку, за собой ее, собственно, не моют. Почему-то вот я не приучила своих детей мыть за собой посуду, кружки, то есть они просто все составляют в раковине, но оно стоит. Вот сегодня воды нет, поэтому ждем до вечера, будем, я не знаю, что мы будем есть, есть никто не будет, потому что нет чистой посуды. Спасибо, have a nice day. Увидел пещеру наверху, сейчас я на нее заберусь. Начинаю забираться, камешки скатываются. Здесь какие-то ступеньки, конечно, но надо быть очень аккуратно. Видите, смотрите, что. Нифига, здесь надо очень аккуратно быть. Ааа, вот, настоящее испытание настоящих мужчин. Рваная рана в вот эти вот острые углы, то есть очень аккуратно. Смотрите, какая порода, очень интересная, смотрите, она прям разваливается. И все горы из такой породы. Решил попробовать полезть дальше, но вот вроде бы я пощупал вот этот краешек, да, он был крепкий. Ну, вот как вот здесь вот, да, и он берет, смотрите, что происходит, валит. Слушайте, вся гора, я такого не видел, прям все вот эти горы вот из такой вот, из такой породы. Все вот горы, молодые горы. Буду спускаться вниз. Слезать еще опаснее, чем забираться, потому что все скользит, и кровь продолжает течь, прям уже второй ручей пошел. Осталось совсем чуть-чуть. А скажите, бывали ли у вас такие ситуации, когда вы ранились где-то в далеком месте, видели ли вы такие рассыпчатые горы, которые реально рассыпаются на глазах? Так как мы живем в доме с побелкой, я поняла, почему наши бабушки в свое время в домах с побелкой не, короче, белили стены каждый год. Потому что, смотрите, видите, вот мы здесь живем, да, и у нас вот такие вот следы, и они по всему дому. Вот эту стену, вот видите, вот просто вот кто-то вот так вот раз рукой сделал, и след остался. А это все побелено, то есть это отмывать, это я пыталась отмывать, вот вот около этого все ужасно так отмывается, ничего не отмывается, это все, ну видите, как вы делали тоже все вот, ну заляпали руками, ногами, головой, посленно сидим, подушки все делаем, то есть я не знаю, пилить что ли придется, потом ее, не знаю, не знаю. Радует только море, которое вот там видно. Это хорошо. Пойдем спать, Макс. Ты же хочешь спать. Ты хочешь, как хочешь, ну потому что дети встречали, у них не поселок спать. Максик кушает сам, да? Собрал у меня сегодня, значит, ложку, накричал на меня, сказал, мама, не корми меня больше, буду сам. Он вообще давно уже ест сам, но иногда он не сопротивляется. А сегодня он прям настоял, прям настаивал на том, чтобы его мама не кормила, а ложку ему дала, и все. Что-то сего посадить за стол, да, отдать ему свою тарелку, кукур-ложку. Вкусно? Вкусный суп, дружочек? Вкусный? Вкусный. Супчик, да, кушает Максик? Супчик. А еще Максик еще не сам в горшок сходил в туалет второй раз. Я вижу такая записи, он держится, думаю, ну, надо снять ему шортики и предложить ему сходить. И он сходил, как большой, а писал такой довольный. Я довольна. Купаться мы ходили сейчас. Я ходила купаться, думала, Максик не пойдет, а Максик за мной везолен, со мной тоже скупаться в море, да? Хорошая водичка, тепленькая? Тепленькая водичка. Хорошо ведь купались. Уже, на самом деле, дует ветер, и вечером захладно купаться, но сегодня он не сильный. Зато много комаров стало. Вот настоящая осень, много комаров, но купаться в море тоже так еще приятно пока что. Но скоро чувствую, что будет уже и на Нелли гидрокостюм одевать, или сразу полотенце выкутываться. Нет, надо закаляться. Ну, закаляться, это, знаете, такой момент. Когда мы в Египте жару пережили, уже хочется, чтобы у тебя плохо. Идем домой, сейчас трансляция у нас будет через такой-то. Идем, значит, мы в наш дом через стройку. Видите, у нас здесь строится дом? Да, тут не будет. Ну, покажи, ну, покажи. Смотри, с вами будет. Видно же, строится дом, палки, покажи, здесь палки валяются, палки. Видите, палки? И вот мы идем, тут вот цемент разводят. Мы перебираемся через такие земли. Говорят, что через 2-3 года, когда этот дом достроится, эта палитка тоже будет закрыта. Ну, надеюсь, в 2-3 года мы здесь все-таки не останемся. Пораньше. Идем.